Редактор субтитров А.Семкин Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про майбутню зустріч у нормандському форматі, її перебіг та можливі наслідки. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Пане Юрію, вітаю вас. Здравствуйте. Власне, перше питання вже 9 числа, 9 грудня відбудеться зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в Парижі. Чи на часі вона саме зараз? Ну, навсегда время такое, що така встреча вже давно, во-первых, не була. А, во-вторых, судя по всему, є определенне стремлення, по крайній мере трех ее участників, щоб вона состоялась. Це Франція, Німеччина, Україна. Тобто, якихось таких результатів глобальних поки що від неї очікувати на слід? Якщо говорити о якому-то мирному регулированні на Донбасі, то цього не буде. Возможно, може декларативно, може більше предметно договоряться об обміне пленними. Причем, ситуація такова, що в цьому дуже заінтересований Київ, але зовсім не заінтересована Москва, тому що її це взагалі не інтересує. Путина вообще люди не інтересують. Ні свої, ні чужі, вообще никакі. Він витає, він рішає глобальні геополитичні задачи, як він їх розуміє. А тому, скільки там буде пленок, скільки погибнет, скільки не погибнет, його вообще це не інтересує. Це все шелуха при рішенні тех задач, які він себе поставив. Для нас ми, звісно ж, за своїх людей дуже не переживаємо, і ми дуже хочемо повернути їх обратно. Тому, як вони считають, Україна більше заінтересована в цьому вопросі, і тому можна, як говориться, піднімати ставки. Що касається... Могут бути рішені якісь гуманітарні вопроси. Ну, наприклад, там, украінські пенсії для жителів неподконтрольних територій. Це тож Москву це зовсім не інтересує. Нас це інтересує, поскольку все-таки ми считаємо, що це наші граждані. Так що, з цієї точки зрення, вот ці питання якось можуть бути. Коє це може бути продвіження? Москва дуже хоче заставити Україну вести прямі переговори з цими... ДНР, ЛНР. Так, так называйми. І так як тепері российські граждан у нас, вони не є підмітом обміна, як це було в сентябрі, то вони кивають, що договарюєтесь з Донецком, Луганськом, а ми тут вроде б ні при чому. Ну, а ми ж, естественно, считаємо, що в основі своїй лежить і правильно считаємо, що це все від Москви зависить. Тому що ці гауляйтери ж вообще нічого не рішають. І це буде предметом, так сказати, переговорів, над чим-то договаряться. Трудно дуже сказати. Але, тим не мене, тут возможні які-то продвіження, хоч мікроскопічні, хоч що-то. О гуманітарних вопросах ми вже говорили. Возможні, о чому-то договаряться в смыслі розведення війська. На процесі, що ми поговорили. Так, це віддельний вопрос. Він тут є определенна заінтересованості з двох сторон. І найголовній питання не розрішить. Що впервічне? Безпасність, як ми її розуміємо, то є контроль над границями, українська власть, український флаг, і проведення, відповідно, виборів, українським ЦИКом, щоб були українські партии і так далі. Ну, естественно, на це Москва ніколи не согласиться. По крайній мере, в обозримий период времени. Це найголовній питання. І тут навряд ли буде хоче-то продвіження. Возможні, якісь декларативні указання. Але не більше того. Мені представляється, що основним предметом разговора в Париже буде не Донбас, а газ. На фактичні ця дві теми, які точне озвучення. Да. Газ для Москви імеє первостепенне значення. Вот здесь возможны достиження каких-то соглашень. Потому що ми можемо більше подробно об цьому говорити. Так, похоже, моя дума. Вопрос не тільки коммерчний, вопрос геополітичний. І вот здесь, да, вот тут можна о чому-то договоритися. Тут може бути достигнути определенний компроміс. Не секрет, що президент України Володимир Зеленський є фактично новачком у політиці. Це його перший рік. Чи готовий, з вашої точки зору, він до зустрічі з Путіним тет-а-тет? Я не дуже уверен, що така встреча состоїться. Якщо вона состоїться, то предметом этого разговора буде газ. І може бді, ще якісь сподівальні ці цей вопрос. Тобто газ в широкому смыслі. Поставка газа в Україну, транзит. Підпитання енергетики. Да, все, что с этим связано, кстати, и электроэнергия. Мы как-то зацикливаемся на газе, но электроэнергия для России имеет не меньшее значение с точки зрения поставок в Украину, чем газ. Там немножко нефть, но это не самое главное. До речи, стосовно нафти, сегодня была подписана такая договоренность между Россией и Украиной. Да, для них нефть в Украину – это не самый важный вопрос, потому что рынок нефти довольно такой диверсифицированный, и тут они особо играть на нем не могут. Вот это будет, возможно, это будет предметом встречи Путина и Зеленского. Судя по тому, как наш президент заявлял, и вот его интервью четырем изданиям, там Дивельт, газета Выборча и так далее, польская, он достаточно четко свою позицию обозначил, и навряд ли в этой, это касается вопроса урегулирования на Донбассе, и навряд ли с этой позиции он свернет. Компромиссы возможны по газу, ну по энергетике, как Вы правильно сказали, в том числе и по электроэнергии. Один из условий такой встречи в нормандском формате, нормандской четверки, было разведение сил на Донбассе. В некоторых населениях пунктах оно произошло. С вашей точки зрения, это крок до мира? Ну если считать, что при разведении войск они не стреляют друг к другу, то это определенный шаг к миру, с точки зрения того, что отсутствует стрельба и будет меньше гибнуть людей, по крайней мере. Совсем этого избежать не удастся, недавно наши там подорвались, потому что мин там несчетное количество, и никаких карт, все на неподконтрольной территории разбросали эти мины, никто их там ни карты не составлял, и разминирование это займет годы. До сих пор вон находят авиабомбы и мины Второй мировой войны, сколько лет прошло. Можете себе представить, что там творится на Донбассе. Но масштабы все-таки не можно порівнювати? Да, но и количество мин там немеряное, количество на единицу площади. С этой точки зрения, да, это шаг к миру. С точки зрения политического урегулирования, то навряд ли. Скорее, это шаг к замораживанию конфликта, превращению неподконтрольной территории в своего рода Приднестровье, как элемент токсичности со стороны России в Украину. Так что, как понимать слово «мир»? В Приднестровье уже 20 лет не стреляют, но от этого легче никому не стало. И причем надо понимать, что наш Донбасс – это совершенно не молдавское Приднестровье, а гораздо стратегический во всех отношениях, гораздо более сложный узел и в дипломатическом, и в межгосударственном, и даже в человеческом измерении. Поэтому сложно сказать, как понимать слово «мир», потому что в Москве и в Киеве его понимают совершенно по-разному. Молдавское Приднестровье от нашего неподконтрольного Донбасса, потому что руководство Молдовы по разным причинам признало руководство Приднестровье, как элемент переговорного процесса. Мы же не признаем вообще, и правильно делаем, ни ДНР, ЛНР и всю эту комарилью, которая навязана Россией. Но мы вызнали их как террористические организации, фактически. Ну так, а с террористами какие разговоры? С террористами разговоры ведутся только о том, чтобы они освободили заложников. Вот это и все разговоры с террористами. Поэтому сравнивать Донбасс и Приднестровье нельзя. Можно только говорить об определенном замораживании конфликта, как мы говорили, что, собственно говоря, входит в то, к чему в определенной степени стремится Москва. А мы до чего? Нам выгодно такое замораживание конфликта? Нет, нам это не выгодно, но мы не имеем сил действовать по-другому. И до того момента, когда мы получим определенные козыри руки, как военно-стратегические, дипломатические и политические, мы вынуждены считаться с этой ситуацией ей. Но мы же прекрасно понимаем, что на данный и обозримый период Украина в военном отношении не сопоставима с Россией. По разным причинам. Поэтому, в конце концов, Россия – это ядерная держава. Это элемент первый, а остальных можно уже не говорить. И нам это не выгодно, но мы вынуждены быть в той политической, стратегической и экономической обстановке, которая складывается. Объективно. Буквально сегодня министр закордонных справ Украины Простейко заявил, что главным результатом, которого мают достигнуть внаслідок нормандских переговоров, есть выведение российских войск из Украины. Насколько это реальное? Нет, это не реально. Это наша цель, но она в ближайшее время недостижена. Москва не собирается уходить из оккупированной территории Донбасса. Потому что, если она оттуда уйдет, разрушится вся концепция и структура той геополитики, которую она построила на постсоветском пространстве. Ну, на пространстве СНГ, как хотите. И это касается не только Украины. Потому что, если она уйдет из Донбасса, то у нее рушится ситуация на Южном Кавказе. У нее подвисает ситуация с Абхазией, особенно с Южной Осетией. И у нее будут большие проблемы в Центральной Азии. Это от нас далеко. Мы не очень занимаемся этим вопросом. Но для Москвы Центральная Азия – это очень мягкое подбрюшье. Особенно, когда рядом в этой Центральной Азии она сталкивается с таким игроком, как Китай. И поэтому она не может отступить в понимании Путина. Вот, в той концепции и структуре, которую построил Путин и его окружение. Но на сегодня Китай и Россия выступают как союзники. Это союзники на московском телевидении. А на самом деле это геостратегические соперники. Просто несопоставимый удельный вес этих двух, мягко говоря, партнеров. Потому что мы же прекрасно понимаем, что такое Китай и что такое современная Россия в промышленном, экономическом, финансовом и даже в военном отношении. Потому что и Китай – ядерная держава, и Россия. И еще неизвестно, у кого этих ядерных зарядов больше. И судя по тому, как Китай строит авианосцы, вроде бы против Соединенных Штатов. Но никто же не сказал, куда этот авианосец развернется в море. Поэтому вопрос о том, что они сейчас вроде бы союзники, это все равно, что Россия и Турция в Сирии. Они такие же союзники. Причем позавчера министр странных дел Сирии, Турции заявил, что Турция член НАТО и рассматривает Россию как своего геостратегического противника для НАТО. Если вернуться к словам министра закордонных справ, что выведение российских войск, что имеется на увазе? Это регулярные войска, это найманцы, это инструкторы? Кто сейчас находится на Донбассе? Все. Инструкторы, наемники. Ну, под инструкторами, что понимать под словом инструкторы? Ну, те, кто научит фактически террористов. Это одно дело, а во-вторых, там есть просто офицеры российской армии, которые командуют теми или иными подразделениями этих ЛНР, ДНР. А, может ли, у ЧВК так? Это само собой. Без этого уж как. Если они уже в Мозамбик проникли эти ЧВК, то уж на Донбасс, как говорится, им сам Бог велел. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что все военные операции, которые проводятся с неподконтрольной территорией против украинской армии, разрабатываются в России, в Новочеркасске, в Южном военном округе. Вот оттуда идет реальное командование всеми теми военными операциями, которые там происходят. Поэтому все это элементы российского вмешательства. Все они там присутствуют. Один, два, три, четыре. Насколько, с вашей точки зрения, зацикавлены Франция и Немеччина как участницы нормандского формата в регулировании конфликта на Украине? В Украине? Они, конечно, заинтересованы, но заинтересованы по-разному. Потому что мы должны... Тут есть определенное соперничество между Берлином и Парижем. В силу того, что Меркель уходит в 2021 году и будет какой-то другой канцлер, а Макрон остается президент Франции, и он явно хочет стать, ну, типа новым генералом Деголем для всей Европы. И для него, ну, для Макрона очень важен внешнеполитический успех в связи с тем, что у него достаточно сложная внутренняя ситуация с этими желтыми жилетами и не только с ним. Поэтому он очень хотел бы добиться на этой встрече какого-то положительного результата, который мог бы записать, ну, в свой актив. Для Германии очень важно, во-первых, для того, чтобы несколько разрядить ситуацию, во-вторых, решить газовый вопрос, чтобы сохранился транзит через Украину каким-то образом, не очень понятно каким, но должен сохраниться. Ну, и потом подтвердить свое политическое влияние в Европе. Не только на Россию, ну, на Россию в первую очередь, но и на ближайших соседей Германии, потому что там много проблем с ее соседями, с Польши. Насколько Франция, то не меньше, как ключевые страны Старой Европы, зацикавлены в снятии санкций с Россией? Это несколько преувеличено, потому что объемы торговли Германии, Франции с Россией, они не так велики в их торговом балансе, они не столь велики, сколько им приписывает российская пропаганда. Но есть определенные фирмы, ну, например, там, Сименс, у которых, автомобильные фирмы, у которых были определенные интересы. В России рынок был относительно большим. Но без этого они обходились и вполне могут обходиться. С точки зрения финансовой и экономической проблема снятия санкций для них не остро стоит. А вот в политическом смысле, о чем мы говорили, да, там есть. Напередодні нормандского формата у Кремля заявили, что вопрос Крима закрытым, и его даже не будут торкаться. За каких условиях, возможно, ставить вопрос, и на каких условиях про повернение Півострову до склада Украины? Я думаю, что в обозримой перспективе на десятилетие этот вопрос Москва не будет обсуждать ни в каком виде и ни с кем. И незалежно от того, кто находится при владе? Не имеет значения. Это, вот как в 1940 году присоединили три балтийские страны, и до 89-го, 1990-го года этот вопрос вообще советский. И этого никто не признавал, кстати говоря. До речи, там было американское посольство, насколько я знаю, на цих республиках. Не, были, да. Сберегалось, а то, нет, они, когда они вошли в состав СССР, все посольства оттуда уехали. Вот, но они это не признавали, даже в период Второй мировой войны, когда вроде бы были союзниками, они это не признавали. Но Советский Союз вообще принципиально этот вопрос не хотел даже рассматривать и поднимать, его и не поднимали. В нужный момент все возникло по-другому, и они сказали, так, собственно говоря, мы же не признавали, мы считаем, что это независимые страны, и немедленно восстановили, как говорится, там свои посольства. Поэтому вопрос Крыма при какой-то, это нужны какие-то очень большие геополитические изменения в России, типа распад Советского Союза, ну или что-то подобное. Это должно быть такое стремительное усиление Украины и роли ее в Азово-Черноморском регионе, в Восточной Европе, чтобы этот вопрос вообще возник для Москвы на повестке дня. Поэтому мне представляется, что сейчас мы можем на дипломатическом уровне говорить о том, что мы не признаем аннексию Крыма, но сделать с этим ничего нельзя и никто в этом отношении нас поддерживать не будет. Ну, а о военном вопросе вообще нет. Речь. Ну, взагалі, тобто механизм станом на сегодня повернение Крыму нема, они отсутствуют. их нет и обсуждать их совершенно не с кем и безусловно поднимать этот вопрос. Хотя, с точки зрения вот чисто на международных площадках, когда мы не признаем там депутатов из Крыма в европейских там организациях, требуем, чтобы им... Ну и выборы до Держдума, до речи, не визнали, в яких брали участь. Да, вот, чтобы им не давали европейские визы, что, собственно говоря, и делается. Да, вот этим надо заниматься. Вот это, да, это вопрос того, чтобы Крым не сходил с повестки дня. Вот он должен быть на повестке дня в дипломатическом и политическом пространстве. А че евен зараз на повестке дня? В определенном смысле есть. Вот мы недавно... Какая была истерика на российском телевидении, что мы, наша делегация где-то на европейском каком-то форуме не дала говорить депутатам из Крыма. Потому что они незаконно проникли. Вот это, вот такое, вот, да, это нужно делать. И это, этим мы занимаемся и надо сказать достаточно успешно. Все-таки повернемось до нормандской встречи. Один из главных тем, все-таки дескалация конфликта именно на Донбассе. Если будут приняты какие-то решения, не декларативные, а конкретные, насколько они могут быть реализованы на практике? Все зависит от желания Москвы. И надо сказать, что это желание подвержено очень большим колебаниям. Сегодня они хотят, завтра не хотят. Более того, это есть предмет внутренней борьбы в российском руководстве. Не с точки зрения того, что улучшать отношения с Украиной и так далее. Они просто, условно говоря, экономический блок и силовой блок, хотя они, конечно, граница между ними весьма условна и размыта. экономический блок хотел бы какого-то урегулирования для того, чтобы, по крайней мере, ослабить санкции. Но вот их очень не устраивает. Будущее, видимо, будут приняты американские санкции против Северного потока и так далее. То есть, чисто такие вот вещи, они не хотели бы, чтобы это было. И с этой точки зрения они говорят, да зачем нам этот Донбасс, с него только деньги тратятся на него и бессмысленно, а мы несем большие потери. Ну, а вот силовики подходят совершенно по-другому и, в общем-то, Путин склоняется к ним. И вот эта внутренняя борьба там, она в значительной степени определяет то, что будет происходить. Могут договориться тут о чем-то в Париже, а потом через 15 дней, две недели другая башня Кремля усилится и скажет, да, не будем это выполнять и будут декларации, обвинения и так далее. Поэтому я бы не стал вообще преувеличивать то, о чем по Донбассу могут договориться. Реально можно договориться только о газе и электроэнергии, потому что это реальные деньги. Для Газпрома это очень важно, потому что у них на 10% упали поставки газа в Европу. Они потеряли, потеряют в этом году порядка 18 миллиардов долларов на этом деле. И для них очень важно восстановить поставки газа в Украину, попытаться таким способом усилить коррумпированность украинской элиты, что они чудесно делали все 20 лет с помощью газа, и попытаться таким образом привязать Украину к себе, потому что их категорически не устраивает то, что Украина уже 4 года не покупает у них газ. И не зависит от них вот это очень мощный с точки зрения России рычаг привязки Украины. И они его хотят восстановить любым способом. Снижением цены и так далее. У них очень много этих механизмов. И надо сказать, что у нас есть определенные политические силы, которые по разным причинам идут на такие вот конфетки. назовем это так. Да, и это очень опасно во всех смыслах, в том числе и политическом. Мы уже имели скидку на газ по Харьковским соглашениям и кончилась эта аннексия Крыма. И возникает ощущение, что некоторых наших политиков наша собственная история ничему не учит. К сожалению. Буквально коротко, декольками словами, возможно, что у Парижа договорятся по газу по прямых поставках? Да, такая вероятность существует и она достаточно велика. На каких условиях будут эти прямые поставки, это отдельный вопрос, но мне представляется, что на определенные уступки в газовом вопросе Украина пойдет ради достижения каких-то других целей. Я вам дякую за эту rozmову. Нагадаю, сьогодні мы спілкувалися с політичным оглядачем Юрием Райхелем. На все добре. Райхелем.